У православных верующих началась страстная неделя. Она самая строгая в Великом Посте. Сразу после её окончания начинается Пасха. Службы идут каждый день. Но в этом году в связи с режимом самоизоляции патриарх московский в Сеярусе Кирилл призвал верующих не спешить в храм. «Это по причине требований санитарных властей. В своих домах давайте крепко молиться. Проводить время у телевизоров, особенно когда там идут трансляции богослужений. Будем молиться о самих себе, чтобы Господь вразумил нас». Оставаться дома верующих призывает не только патриарх, но и санитарные врачи. По их словам, пребывание в местах массового скопления людей крайне опасно. Особенно для пожилых. В Роспотребнадзоре первоуральцам рекомендуют встретить Пасху на самоизоляции. «Постановлением главного госсанврача Свердловской области введены ограничения на проведение религиозных мероприятий с массовым пребыванием людей. Соответственно, всем жителям городского округа Первоуральска мы рекомендуем оставаться дома». Для православных верующих службы будут ежедневно транслировать на телеканале «Союз». А пасхальное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля покажут на канале ОТВ. Как будут проводиться пасхальные службы в первоуральских храмах еще не знают. Сейчас в приходах ждут распоряжения митрополита Кирилла. Если он примет решение сделать праздничные богослужения закрытыми для прихожан, то священники начнут искать возможности запуска онлайн-трансляций. А 28 апреля у православных наступает еще один важный праздник – Радоница, когда принято посещать кладбище, чтобы помянуть усопших. В этом году традицию придется отложить. «С сегодняшнего дня в городском округе Первоуральск будут закрыты все кладбища. Будет ограничен доступ лиц на эти кладбища, за исключением случаев проведения похорон и оказания ритуальных услуг. Принимаются меры по закрытию ворот и калиток». От проведения массовых обрядов в Свердловской области отказались не только православные верующие. Массовые службы уже не проводят в мечетях, синагогах и католических храмах. Екатерина Котельникова, Евгений Шилов. Новости Первоуральск.